Хорошо меня слышно? Хорошо слышно. Хорошо, ну все, тогда начинаем. Всем доброе утро, кто проснулся, кто еще просыпается. Меня зовут Сафина Марина, я нахожусь в, скажем так, в структуре Татьяны Гавриловой. И Татьяна, я тебе очень признательна, что ты меня пригласила. Тем более, что моя любимая тема ароматерапия, аромароллеры и вообще эфирные масла. Это моя самая любимая тема, одна из любимых тем. И Гринвей в себя вобрал очень много моих любимых тел. Но вот одна прямо из них душетрепещущая. Эфирные масла. Я уже как пять лет смотрю в это направление. Прежде чем вообще начну сейчас про аромароллеры, я немного расскажу про сами эфирные масла. Это, скажем так, я бы сказала, что это дар природы, дар Бога, человечеству. Как бы как помощник нам в то, чтобы и... Ну, наверное, Бог знал, что у нас будут какие-то тяжелые, очень сильные времена в нашей жизни. И этот инструмент, он сохранился. Еще раз древнего Египта. Это 6 тысяч лет эфирные масла, история их создания и использования и развития эфирных масел. 6 тысяч лет, представляете? И даже Гиппократ рекомендовал своим пациентам использование эфирных масел. Я люблю эфирные масла. Это наш помощник. Еще мне нравится такая сторона эфирных масел, то, что они работают на энергетическом уровне, на уровне вибрации. Все мы... Есть вибрации, вы, наверное, знаете, что любое чувство, любая наша эмоция, позитивная, ну, любая наша негативная или положительная эмоция, она имеет вибрацию. И я подготовила для вас... Так, 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 сейчас я... А, я могу, да, сделать совместное видео? Так, я вам сейчас покажу. Вы это наверняка все видели, слышали, но еще раз включу это... Вибрации, вибрации эмоций. Вибрации эмоций. И говорят, что здоровый человек, он вибрирует на уровне 50 Гц. 30-50 Гц – это здоровый человек. Вот святой человек, он вибрирует на уровне 70 Гц. Если у нас есть такие чувства, как гордость, самость, гнев, раздражительность, пыльчивость, то это низкие вибрации. И, естественно, что для человека здорового это не свойственно, и мы начинаем заболевать. А вот эфирные масла, они тоже имеют вибрацию. Их вибрации от 30 и выше Гц. Я тоже подготовила табличку. Так, я подготовила табличку по эфирным маслам. Опачки. Где она у меня? Не сохранилась. Ну, в общем, там тоже по эфирным маслам. Эфирные масла имеют вибрации от 30 Гц выше. Например, такое эфирное масло, как, сейчас я вспоминаю, как ладан, он имеет вибрацию 50 Гц. То есть он такой пополам. Поэтому его рекомендуют людям для гармонии, для гармонизации, чтобы, если вдруг он находится в гневе, в раздражительности, в низких вибрациях, а мы ему даем розу, которая 320 МГц, это самая высочайшая вибрация у розы. Посмотрите, это любовь безусловная. Вот у розы, это самое дорогое масло, чтобы получить розу, эфирное, 1 килограмм эфирного масла розы, это нужно 5 тонн, 5 тонн листков розы. Вот просто представьте, да, саму ценность вот этого продукта, это квинность, это, скажем так, ну, в общем. Мариночка, извините, концентрация. Вы что-то показываете? Доброе утро. Да, не видно? Нет, у нас видно вашу заставку, ну, с фотографией. И больше ничего. Все правильно. Видно, да, вибрации, эмоции вам, девочки? Нет, не видно, просто ваша фотография, ваша, ну, как бы, именно ваша фотография. А, да вы что, моя заставка? Да, да, то есть ни вас, ни никаких там текстов, ничего не видно. Спасибо, что сказали. Странно. А сейчас я, да? Да, а сейчас ты. Получается, что у меня фотографии не подтягиваются. Получается. Очень жалко так. Ну, в общем, ладно, хорошо, тогда не буду ими пользоваться. Подготовила материал. Ну, в общем, в любом случае, вы это все знаете, что эмоции, которые мы испытываем, они всегда имеют вибрации. Это, от этого зависит наше внутреннее состояние и, конечно же, наше качество жизни и проживания. И эфирное масло, они наш помощник, потому что они, мы таким образом можем себе помочь выйти из этого состояния. Знаете, если, допустим, эфирным маслом, если человек сам не может, допустим, осознанностью, да, какими-то сменить убеждения, поменять настроение, то эфирное масло поможет переключить человека в это состояние. Именно он работает с нейронами мозга. Он работает через обоняние и воздействие на нейронику мозга. Как это видеть, что это действительно работает? Вот давайте представим с вами, как пахнет Новый год. И мы сразу вспоминаем с вами апельсины, мандарины, и у нас улыбка, и какое-то состояние вы почувствуете такое приятное. А как пахнет свалка? И сразу же, если мы это вспомним, то у нас неприятные такие ощущения. То есть нейроника мозга, она дает нам сигнал по нашему состоянию. Мы представляем аромат, как это пахнет, и у нас это переходит в какое-то состояние приятное, нам неприятно, хорошо, нехорошо. Также воздействует и эфирное масло, и в том числе еще и на уровне вибраций. То есть это прямо волшебство, арома-магия. Это моя прям любимая тема, и оно имеет место быть. Ну вот, надеюсь, я вас немножко убедила в том, что это волшебство. Химический состав эфирных масел очень сложный. От 120 до 500 органических и неорганических соединений. Поэтому искусственным путем добыть, химическим путем его синтезировать невозможно. Поэтому нужно отличать синтетические масла и натуральные масла. Синтетические никогда не дадут такого эффекта на уровне вибраций, а не низкие. На уровне органических соединений в количестве их вообще нет. Это только как душистые вещества там присутствуют. Но как органические вещества, такой составляющий в них не присутствует, и нам они пользу не несут. И, конечно же, нужно понимать, что эфирные масла не могут быть дешевыми. И нам, Greenway, да, они не могут быть дешевыми. Например, из 100 килограммов жидельника мы можем получить от с вами 500 граммов эфирного масла. Из 100 килограммов листьев апельсина мы получаем 50 граммов масла нейроли. Из 100 килограммов лаванды мы получаем 500-600 граммов эфирного масла. То есть оно, в принципе, не может стоить 100 рублей эфирное масло. Вы понимаете, да? А в России, например, нет законодательной базы по оценке эфирного масла. Есть одно общее понятие. Это душистые вещества. И в это понятие входят и синтетические масла, и натуральные. Поэтому как проверить, натуральное масло или нет? Конечно же, когда я коснулась эфирных масел компании Greenway, а я за качество, за натуральность, первое, что я делала, это, конечно, проверяла. Проверяла и проверяла, действительно ли они натуральны. Если мы капнем эфирное масло на бумажку, то оно выветривается через несколько часов, остается просто след, но жирного следа нет. Если масло какое-то имеет цвет, то будет оттенок. Но жирного петна не будет. Это признак эфирного масла натурального. И, конечно же, Greenway в этом плане очень сделал нам такой подарок – арома-роллер. Потому что арома-роллер, во-первых, это синергия нескольких эфирных масел, несколько вибраций, несколько задач в одной маленькой бутылочке арома-роллера. Арома-роллера – это готовая формула. То есть не нужно нам покупать несколько эфирных масел, не нужно нам покупать базу и готовить по какой-то формуле себе аромат. Он уже готов. Это очень удобно, это выгодно. Выгоднее, чем покупать несколько эфирных масел и со мной что-то делать. Очень удобная форма использования арома-роллер. И еще такой момент, что в арома-роллере они не комплектуются духами. Арома-роллеры, в них в состав входит фракционное кокосовое масло. Это очень высокого качества масло. Оно имеет очень долгий срок хранения, это масло. От двух лет и больше, на самом деле, даже до пяти лет встречали. То есть оно не киснет. Фракционное хорошее кокосовое масло. Еще такой момент по арома-роллерам. Когда мы, допустим, будем их предлагать, мы должны понимать, что арома-роллер является антидотом гомеопатии. Гомеопатия тоже работает на уровне вибраций, но эфирное масло по уровням вибрации, по работе выше. И оно подавляет работу гомеопатии. Поэтому, если человек пользуется гомеопатией, то, скорее всего, что это будет не в коня корм, если он будет применять и рядом с собой использовать эфирные масла. Идем дальше. По арома-роллерам. По арома-роллерам, любимым, которые мы ждем. Так, смотрю, ничего ли я не пропустила. Есть еще такой момент. Смотрите, если эфирное масло, допустим, есть такое, что эфирное масло нравится, и эфирное масло не нравится. Одно эфирное масло могут понюхать разные люди, и у всех будет свое разное мнение на этот счет. Это говорит о том, что если эфирное масло не нравится, это говорит о том, что это эфирное масло является триггером. Это значит, что у человека есть, тем более, потребность в этом эфирном масле. И я вам в конце потом, напомните мне, я вам скажу про несколько масел, что это означает. Потом, попозже. А пока про арома-роллер. Арома-роллеры, так, значит, экран не работает, не покажу вам. Ну, арома-роллер гармония. Арома-роллер гармония. Это очень женственный аромат, очень приятный. В его состав входит эфирное масло, пергамот. Бергамот антидепрессант. Легкий, мягкий, обволакивающий цитрусовый аромат. И это масло бизнесменов. Это масло успешных переговоров. Если нужно пойти на переговоры, если хочется успешной сделки, то это пергамотик. И в гармонию он сюда входит. Левзия. Сюда входит эфирное масло. Левзия – это цветок с просторов альпийских лугов. Это такая мини, скажем, астра. Это сильнейший антидепрессант. Иланг-иланг сюда входит. Это масло наполняет любовью к себе. То есть оно выводит на уровень вибрации, когда у человека появляется любовь к себе. Это аромат удачи и фортуны. Если вы хотите, чтобы деньги приходили легко, радостно, то это иланг-иланг. И масло розовое дерево также входит в этот состав, в эту формулу. Оно прекрасно дезодорирует кожу. То есть гармонию аромы роли можно также использовать, как и дезодорант. И, в общем-то, это все, что входит в гармонию. Смотрите, это и любовь к себе. Это и успешные сделки, успешные переговоры, вообще приятная беседа. Вот такой вот замечательный арома-роллер гармонии. Идем дальше с вами. Арома-роллер притяжения. Арома-роллер притяжения – это если вам нужно почувствовать в себе уверенность, дополнительную силу. Это, конечно же, он. Если аромат не нравится, то я вам попозже расскажу, с чем это связано. А вообще в состав вот в этой формулы входит кедровое масло, эфирное масло кедра, скажем так. Эфирное масло кедра само по себе – это основательность, это заземленность. Здесь нотка такая, она не ярко выражена, но она придает всему аромату глубину и красивую такую вот, такую красивую глубину на самом деле придает. Красивую ограночку, такой древесный, такой запах аромат. Сихосоматика кедрового масла. Если вы хотите стабильности в денежном потоке, бизнесе, делах, то вам кедровое масло. Лимон. Лимон сюда входит в эту формулу. Это дает много энергии. Лимон дает такую ясность. Это аромат очень активных, коммуникабельных людей. Когда от вас пахнет лимоном, люди располагают к вам, они притягиваются к вам, и если вы хотите к себе внимания, вам нужен лимончик. И там, где пахнет лимоном, люди легче расстаются с деньгами. Так замечено. Мята. Мята перечная, она снимает такие негативные мысли, расслабляет. Мята перечная вообще очень волшебное. Энфирное масло, оно снимает спазмы, оно снимает головные боли. Если вы помажете этим же аромароллером, височной долей, вот здесь, в затылочной части, оно снимает спазмы. Вообще, там, где вы испытываете боль на данный момент, вот на проекцию этого места, намажьте вот этим аромароллером, помажьте. И мята перечная, она сделает свое доброе волшебное дело. лимонграссы здесь, конечно же, есть в этой формуле. Лимонграссы улучшают умственную деятельность, он улучшает настроение, он такой мягкий, сладковатый запах. Он дает масло жизни радостных людей. Вот, в принципе, вот эта формула эфирного аромароллера притяжения. Смотрите, что в него ходит кедр, основательная заземленность. Значит, лимон, это ясность ума, это людям коммуникабельным, активным. Люди притягивают. Почему притяжение, да? На лимон притягиваются люди. Внимания сразу к вам очень много. Мята, она убирает негативные мысли, она выводит на уровень вибраций, на уровень мыслей таких приятных, спокойных. И она еще обладает обезболивающим таким спазмом. Спазм снимает. Лимонграсса – это эфирное масло настроения. Но чем вам не притяжение? Поэтому притяжение – это для тех, кто хочет создать себе на весь день хорошее настроение. Располагать к себе людей и при этом чувствовать себя уверенно, основательно чувствовать в себе силу. Но идем дальше. Так, у нас дальше с вами аромароллер иммунитет. Иммунитет – это такая насыщенная смесь. Может быть, не каждому будет приятно, но это защита во время пандемии и эпидемии плохих самочувствий. Это действительно помощник. Значит, сюда входит на айоли эфирное масло. Это эфирное масло семейства, одно из семейств чайного дерева. Оно по свойствам сильнее, чем чайное дерево. У него такой специфический аромат. И на айоли – это масло юристов. Если вам не нравится масло на айоли, это говорит о том, что вы не можете и не желаете обыздывать свои негативные эмоции. То есть у вас как танк взорвалось, понесло. И, конечно же, масло на айоли таким людям очень тяжело принять. А если вы все-таки хотите настраивайтесь работать над собой, то масло на айоли берите себе на работу, на вооружение. Это масло, оно создает и выводит на уровень того, что вы умеете уже управлять своими эмоциями. Масло на айоли. Масло апельсина. Масло апельсина – оно любимое масло всех. Это масло создает настроение. Это масло антидепрессант. Это масло, если сказать по поводу, почему оно выводит на уровень эмоций положительных. Оно работает с почками. В почках у нас, как и в лимоне, кстати, лимон и почки. У кого работают проблемы с почками, почки – это когда… Почему у человека проблемы с почками на психосоматике? Это эмоции. Когда есть что сказать, выразить, какой-то негативной эмоции. Мы делаем то, что не любим, и в себе это скрываем, не выражаем это никак, ничего не делаем с этим. Но вот этот негатив оседает в почках. И почки наши начинают страдать и заболевать. И вот масло апельсина и лимона, они помогают на уровне вибрации вывести нас и разгрузить почки, вытащить из них это. И таким образом и работа с почками идет через эти масла. Ну и работа с нашим настроением. Лаванда. Лаванда успокаивает. Противовоспалительное действие. Лаванда тоже для хорошего сна успокаивает. И поэтому, наверное, оно сюда вошло, в эту форму иммунитета, потому что оно здоровые нервы и здоровое, и хорошее здоровье. Наверное, это как разнозначно. Масло пихты. Это адаптоген очень сильный. То есть он помогает адаптироваться в любых условиях. Масло пихты. И лого хвоя здесь идет. Эфирное масло хвои. Это очищается дыхательные пути, и снимается, убирается боль в горле, насморк снимается. Поэтому этот иммунитет, можно его и вдыхать им сюда, холодным дыханием. Можно им мазать височные части, затылочная, если головная боль, дыхательные пути. Вот здесь бронхо промазывать. Наши маски. Маски наши промазывать этим эфирным, этим аромароллером. Этой формулой будет очень прекрасно. Ну что, идем дальше. Дальше у нас аромароллер релакс. Релакс, он снимает напряжение. Само название этого аромароллера говорит само за себя. Ну это такой мягкий аромат. От вас будет исходить такое благополучие, спокойствие. Вот как только вы, допустим, войдете в помещение, вы намазались релаксом, аромароллером, этой формулой, вы заходите в помещение, и люди успокаиваются. Внимание к вам сразу очень много, потому что от вас идет спокойствие такое. От того, от кого идет спокойствие, ведь спокойствие – это уверенность. Поэтому релакс тоже можно рекомендовать и для того, кто ведет активный образ жизни, в больших массовых мероприятиях участвует. Что за состав? Какая формула? Эфирное масло танжирин. Это другой сорт мандарина. Он успокаивает танжиринчик. Лаванда. Про лаванду мы с вами уже знаем. Розовое дерево. Розовое дерево прекрасно дезодорирует кожу, напомню. И толу-бальзам. Толу-бальзам – это такая смоленистая, теплая нотка, очень красивая, он придает этому релаксу. И вот сама такая убаюкивающая формула всего этого релакса. Поэтому я думаю, что он пригодится и не только для того, чтобы успокоиться, но и для того, чтобы в принципе просто вести активную, спокойную, ясную деятельность. Он драм в помощь. Тонус. Тонус арома-роллер. Это пятый арома-роллер из всех предложенных нам в компании Greenway. Тонус – это яркий аромат. Масло такое огонь. Вспомогает, заряжает бодростью. Если вы хотите проснуться, вам нужно вместо чашечки кофе можно просто вдохнуть этого аромата либо где-то нанести его, этот аромат, и все. И вы прям вот в тонусе, но имейте в виду, что он горячий, там есть корица. Поэтому лучше его, конечно, нюхать либо смотреть. Сначала проверить, как у вас кожа реагирует на эту горячую формулу. Значит, листья корицы – это гвоздичные нотки придают этой формуле. Сама, вот если гвоздика не нравится, если гвоздика не нравится, это признак того, что человек… Спасибо, Ирочка. Я надеюсь, я вас не убаюкала всех, и вам интересно. В общем, гвоздика, если она не нравится, то это признак того, что человек не умеет говорить «нет». Он не умеет расставлять границы. Вот гвоздика – это масло тех, кто говорит чётко «да», говорит чётко «нет», он знает чётко свои границы. Если у вас с этим проработка, да, вам нужна, то прям гвоздика нравится, не нравится, но вдыхайте её, будьте с ней, и она вас выведет на этот уровень эмоций, уважения себя. Марина, это где? Какой мама роллере гвоздика? Это в тонусе, в тонус. В тонус. Сюда же входит в эту формулу апельсин, это энергия солнца, радуги, балансирует между тонусом и расслаблением, то есть вот такой вот он мягкий апельсинчик. И ванилька. Ванилька нравится всем, ванилька вырабатывает серотонин, ваниль очень любят мужчины этот аромат, поэтому если вы хотите стать притягательной, и быть в тонусе, тогда это вам арома роллер тонус. Так, он, кстати, отбивает аппетит, то есть благодаря ваниле нам все уже вкусно, нам не нужно догоняться ароматами, вкусами, нам уже вкусно, и мы не будем догоняться печеньюшками, конфетками. Отбивает он, как бы выравнивает, додает нам вот этого вкуса жизни. Хорошие эмоции. Вот это тонус арома роллер. Так, ну что еще сказать? Значит, в ароматерапиях очень важно, чем меньше, тем лучше. Мы такие, вот у нас есть такое, чем нам нравится, значит, будут заливаться. Вот ароматерапия здесь как раз-таки обратный эффект. Наоборот, если нравится, прям капельку добавили и ходите. Он не, ни один арома роллер, вот эта формула, эфирные масла, они не не в сопротивлении с духами, поэтому вы можете им намазаться, и он своей вибрационной частью, своей волшебной частью, он будет работать. Вы будете слышать и духи, и на уровне вибраций вы будете работать для окружающего мира и для себя, самое главное. Ну, помните, я вам хотела сказать по поводу, что означает, я, кстати, очень основательно готовилась, у меня целая книга по аромам и маслам, потому что я очень люблю эту тему, у меня целая книжечка с рецептами и по эфирочкам. У меня есть еще такая информация, что означает, если вам не нравится, вы понюхали, фу, это мне не нравится, а на самом деле, если не нравится, тем более это нужно, но не каждый готов с этим работать. Но, что означает, если вам, например, вообще интересно рассказать, я расскажу, наверное, по пяти маслам смогу вам рассказать. Рассказывать? Рассказывать. Да, конечно, конечно. С удовольствием. Есть какой-то запрос по конкретным маслам, ну, допустим, вы знаете, что вам вот это масло очень нравится, а вот это не нравится. Ну, лимон. Смотрите, лимон практически нравится всем. Лимон, если нравится, это то, что вы действуете, это желание жить с полноценной жизнью, желание перемен, у вас есть это желание, и вы этим желанием следуете, и вам нравится лимон, она вам в помощь. А если лимон не нравится, это крайне редко бывает, если не нравится, это потеря интереса к жизни, это какое-то равнодушие, апатия, депрессия, это вот какое-то энергетическое истощение, программа самоуничтожения запущена очень мощная, ослабленный, и вот, если вы с этим не работаете, это переходит в фазу ослабленного иммунитета, гипертония, то есть, как раз таки лимон очень-очень нужен, он вытащит человека из этого, понимаете, то есть, если не нравится, значит, это то, что значит, мы идем к вам, вот в эфирных маслах, это так. Апельсин, вот если апельсин не нравится, хотя это тоже крайне редкий случай, такое может быть, но это редкие такие люди есть, это говорит о том, что у человека депрессия, он не пускает в свою жизнь радость, не пускает ее, он, у него такой критический ум, эмоциональное такое истощение, и вот если он с этим не работает, не вытаскивает себя, как в Мюлхауде, за хвостик, то у него получается, это признак еще зашлакованности, опасность кровотечения, возможно, сосуды и холестерин, и вот апельсинка, нравится, не нравится, но она будет человека вытаскивать, помогать ему выходить на эти вибрации, то есть, человек находится в очень низких вибрациях. Идем дальше, что еще у меня есть, так, например, например, можжевельник, эфирное масло можжевельника есть, в Беринвее, если нравится этот запах, он такой немножко специфический, это, вот если нравится, это у человека потребность в опоре, надежности, стабильности, защищенности, он тянет, у него хорошее отношение с близкими, у него есть необходимость защиты от энергетических вампиров. И вот тогда, если человеку нравится этот можжевельник, значит, он с этим работает, и он принимает его как помощник. Но если у него отторжение, то он уже ниже, то он находится, у него нет опоры, у него нежелание действовать, апатия, у него негибкость, у него подверженность чужой агрессии, он подвержен вампиризму, у него вообще сложно на что-то решиться. И вот обычно, если человек не работает с этим, не вытаскивает себя на уровень высоких вибраций, так и находится в этой низкой вибрации, то это у него следствие болезни, инсульт, паралич, проблема опорно-двигательного аппарата, нет опоры, судороги, почки, опасность травм. И мажебельник, он, конечно же, нравится, не нравится, но он вытащит, и он будет помогать потихонечку. Знаете, как работают эфирные масла, когда они нравятся? Вы обычный огурец, положите его в банку с огурцом, где рассол, ну, с засоленными огурцами. Через пять дней он будет одного вкуса, через месяц другого, а через два месяца он будет такой же, как и эти огурчики. Он просолится. И если мы каждый день нюхаем, нюхаем, нюхаем это масло, это вибрации, мы потихонечку, потихонечку, потихонечку выходим на эти вибрации. То есть мы находимся вот в этих вибрациях, а впуская в свою жизнь, в свое пространство, вот эти капельки волшебные, эфирное масло определенных вибраций, он как бы поедает, поглощает потихонечку, день за днем поглощает вот этот ваш негатив. Но это процесс, и сразу эффекты вы можете не почувствовать. Но через месяц, через два, вы почувствуете, что что-то изменилось в вашей жизни. У вас, например, изменилось предпочтение в еде. Просто перестали хотеть, просто ушла появычка потребность курить, петь там что-то. Ну вот просто меняются привычки. Раз, вы замечаете, опачки, а жизнь-то другая появилась. Так, значит, Ирочка, нет того, что ты сказала, но это можно посмотреть, наверное, в интернете. Вот из того перечня, что у меня есть. У меня еще есть Жасмин и Ланг-Каланг на роли. Вот я, наверное, про них и закончу, и скажу, что Жасмин, если Жасмин очень нравится, то это сильная потребность в материнстве. Фанатичный родитель, стремление контролировать свое окружение, климакс, нехватка гормонов, осознание ценностей своей жизни. То есть, если вообще, это общее, да, но если прям нравится, это готовность к материнству, положительном аспекте, и хороший родитель, вам нравится Жасмин, и вы такой хороший, нежный, крепкий родитель, мудрый родитель. Если не нравится, это значит отвержение материнства, то есть, был какой-то негативный опыт, страх рожать, например, или вообще просто негативный опыт, негативное отношение к собственным детям, обида на них, то есть, это вот какая-то незрелость, да, не проработка каких-то своих личных качеств, вот такая незрелость получается, потеря ребенка, обесценивание своей жизни и программа самоуничтожения. Если с этим не работать, тогда эта проблема идет по гинекологии, простатин, гормональные изменения. Налицо, и они дают сбой всей вашей системе. Поэтому Жасмин, он вытащит вас, поможет и поддержит. Дальше, Иланг-Иланг, Иланг-Иланг, вот, ну, для меня это прям трудный аромат. Но я понимаю, что он имеет волшебное действие. Я чуть-чуть им пользуюсь, капелечку. Вот арома-роллеры, в которых находится Иланг-Иланг, а он у нас находится с вами в арома-роллере в притяжи. Так, 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 так. Он у нас в гармонии находится. Иланг-Иланг находится в гармонии. Это романтичная любовь и это отношение к сексу. Значит, если вам очень нравится, вы умеете любить себя и других. У вас эта способность раскрыта. Иланг-Иланг вас в этом поддерживает. А если Иланг-Иланг не нравится, это негативный опыт в любовных отношениях, перенесенное какое-то сексуальное насилие, отрицание отношений близких, самооценка занижена. Если над этим не работать, тогда это гормональный дисбаланс, кожное заболевание, гипертония. Иланг-Иланг, он прям наш помощник, потому что умение любить себя и других, как говорится, возлюбить ближнего, возлюбить ближнего, возлюбить себя, возлюбить ближнего, как самого себя. Вот она формула любви, вот она формула гармонии и счастья в этом мире. Иланг-Иланг поможет, это романтичная любовь. Поэтому нам всем очень бы даже и даже да. Почему бы да. И на роли, есть у нас тоже на роли, на роли у нас с вами есть, на роли у нас с вами есть, 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 есть. Где-то он у нас с вами был на роли. Почему не вижу? Девчонки, наверное, нет, да, ребят? По-моему, в тонусе. Посмотрите. А, в иммунитете был на Оле. Я его перепутала. Так, пергамот, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В тонусе. Вот на роли, правда, нет нигде. Ну, ладно, скажу, раз информация такая пошла. На роли, ферное масло. Это высшее духовное составляющее, мужское начало. На роли. В принципе, вы можете своим покупателям, своим потребителям, клиентам, друзьям, любимым, близким рекомендовать дополнить формулу каким-то еще маслом. И, значит, если на роли нравится, это понимание себя как части божественного мира. Я единая душа. Умею получать и дарить удовольствие. Это на роли. Если на роли фу-фу-фу мне не нравится, мне ощущается поддержка рода. Такое вот как-то вот, как отколотость какая-то. Неуверенность в завтрашнем дне. Страхи, комплексы, эгоизм. Это как бы вот неуверенность в завтрашнем дне. Вот она, вот это следствие этой страхи. А может, это и причина. В общем, если с этим не работать, возможно, психоэмоциональное и сексуальное расстройство. Не роли. Нам всем в помощь. Потому что понимать себя как части божественного мира, нам это очень даже во благо. Друзья мои, в принципе, я закончила. Я просто еще раз хочу сказать, что то, что нам Greenway подарил формулы, аромароллеры, они очень удобны. Удобно носить в сумочку. Это действительно подарок. Это желательно дарить сразу пять эфирных, пять аромароллеров, потому что это абсолютно пять разных назначений. И когда вы просыпаетесь, скажем так, что через обоняние мы получаем больше всего информации. Не через ощущение, не через визуал, а именно через обоняние. Но с возрастом человек теряет этот, скажем так, дар. Оно зашло то ли, ну не знаю, с чем это связано, но такие таковые эксперименты, что мы теряем это свойство получать информацию через аромат. То есть 80% информации так заложено у нас, мы ее получаем, распаковываем, и мы можем больше узнать через аромат. Могли бы, если бы не теряли это свойство. Ну, в общем-то. И когда мы просыпаемся рано утром, вот если мы понюхаем каждое из пяти, нам вот внутреннее подскажет, что сейчас нам особенно важно, в чем сейчас у нас особая потребность. Поэтому вот эти такие пять помощников, они действительно помогут нам выйти на другой уровень жизни, на другой уровень вибраций. поэтому спасибо огромное, Greenway, за такие подарки. По цене, по ценовой политике 325 рублей это вообще ни о чем, потому что, чтобы вам сделать такую формулу, вам нужно купить масло 4 как минимум, ну, в среднем 4 масла, это от 300 до 500 рублей стоимостью масла, и базовое масло вам нужно, базовое. И создавать эти одну, одну такую композицию, формулу, вы сможете создать, вот потратив, наверное, около полторы тысячи рублей, полторы-две тысячи рублей, смотря какой букет это составляете. А здесь 325 рублей. Поэтому спасибо вам огромное, если есть какие-то вопросы, задавайте, у меня есть некоторое понимание по эфирным маслам. Есть формулы, кстати, есть различные рецепты по поводу, например, как избежать тараканов, как избавиться от тараканов благодаря эфирным маслам. Как, допустим, сделать, как изгнать паучков, сделать поливеризатор. Ну, это могу в другой раз по эфирным маслам. От комаров. Ой, Мариночка, обязательно давай продолжим эту тему. Как интересно, я тебе прям очень интересна. Тема глубокая, и она такая простая, и она рабочая. Она рабочая. Вы действительно, когда начнете пользоваться аромароллерами, в течение, там, дарите, дарите, допустим, человеку 5-6, 5 вот этих аромароллеров, вы понимаете, что через 2 месяца вы приходите к этому человеку, а он другой. Моя жизнь наладилась. И прогревает. Да, 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 очень интересная. И эта работа действительно, я сама на себе это испытала. Ну, что ж, хорошего вам дня. Большое вам спасибо. Вы просто нас так вдохновили на... Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Спасибо Татьяне Горелой, Марина, у меня вопрос к тебе, слушай, скажи, пожалуйста, смотри, наши аромамасла, они достаточно дешевые. Ну, вот, и, ну, как бы, вот ты сравнивала, ну, их, например, с какими-то другими именитыми брендами, там, или что-то, какими-то другими аромамаслами. То есть, ну, насколько они реально качественные, да, то есть, потому что, ну, цена, правда, дешевая. Ты знаешь, на самом деле, это первое, что меня напугало, когда я познакомилась с Greenway, когда я видела, что там эфирное масло, я обрадовалась, то, что линеечка. Когда я начала смотреть по ценовой политике, я поняла, что что-то вот не то. И, конечно же, я сравнивала, потому что я пользовалась швейцарской маркой, там эфирное масло от полторы тысячи рублей до, ну, роза самая дорогая, три с половиной тысячи рублей стоит, 15 миллилитров, три с половиной тысячи рублей. А так, в принципе, 15 миллилитров стоит полторы тысячи. рублей и выше. Но здесь, если считать, что здесь же по 5 миллилитров, да, то, в принципе, ценовая политика такая же, как почти швейцарская. Просто нам Greenway, то есть, цена меня сначала удивила, что такая дешевая, и я не поверила, что могут масла так стоить дешево. Хотя есть люди, которые говорят, ой, такие дорогие, 300 рублей. Это сразу говорит о том, что человек вообще не понимает ценность масла, он не понимает вообще, что, что из себя представляет, какова его ценность, что надо 5 тонн листьев розы дамасской кинуть в производство, чтобы получить всего 1 килограмм этого масла. Концентрат. И, в общем-то, проверяла, проверяла у меня швейцарская марка, масел, не буду называть ее бренд, очень высокого качества, очень дорогие. я капала маслица и то, и то, эффект одинаковый. То есть, оно действительно, то есть, признак какой, что это масло капаешь, оно должно испариться полностью, оно не должно оставить жирного следа. То есть, вы после этого на этой бумаге можете потом писать ручкой. Оно как бы высохнет, и жирное высохнет, и не жирное высохнет, но ручкой вы не сможете писать, вам будет трудно. А здесь вы можете писать шариковой ручкой. Дальше, что еще? Ну, в принципе, вот это один способ. Больше никак не проверить. Только вот, наверное, вот этим способом. И эфирное масло, если вы захотите его, скажем так, о, давайте я вам расскажу рецепт, вспомнился мне, дезодорант. Если вы захотите просто в ванной сделать ароматизатор, какой-то вкусный, который будет на уровень работать вибрационно, или в комнате поставить в уголочке, то вы берете какую-нибудь маленькую баночку, сыпите туда соду и капаете тех масел, которые вам нравятся, и которые вы понимаете, что у вас стоит задача, проработка. Вы капаете, мешаете, и ставите, и даже не надо мешать, капаете, и оставляете вот эту баночку где-то в уголочке, где-то там, где вы чаще бываете. И аромат, и работа вибрационного фона работает. Ваш дом будет получать в безопасности, и поле его меняется. И аромат, и за счет такая от неблагоприятных гостей. Так, а проверить только вот таким образом, Татьяна. И долго я не могла приступить к эфирным маслам Дренвейя, блокового сопротивления, но потом думаю, да, я все-таки поизучаю этот вопрос. Я стала изучать, и я поняла, что ценовая политика на самом деле практически одинаковая, чуть-чуть дешевле, потому что 15 миллилитров, например, лемонграсса будет стоить у нас сколько, девчонки? Это будет где-то стоить около 800 рублей. А то, чем я пользовалась, это 1200 рублей. Но там и Швейцарии везется, а это наша российская. Ну, это не наше российское производство, Англия, Германия, Германия и, по-моему, Франция. Надо посмотреть, но Германия точно является производителем наших эфирных масел. Это высокое качество. В Германии очень высокое качество масел. Очень высокое качество масел, если вдруг получится из Южного Судана, по-моему, Южный Судан, оттуда-оттуда. Сейчас я забыла, Аравия или... В общем, оттуда. Очень высокое качество. Ладно, неважно. Качество наших масел качественное. Оно действительно настоящее. Я проверила, для меня это было принципиально. Я очень долго шла к эфирным маслам Гринвэя, было не доверие. И сейчас я в них влюбилась. Сейчас я им пользуюсь. Я очень жду этих аромароллеров. Сама очень жду. Хочу их дарить и хочу нести вот таким образом свет. Свет, благо людям. Потому что, действительно, это будет очень хорошо сказаться на их здоровье, на их самочувствии и на их качестве жизни, на их взаимоотношения с людьми. Ну что ж, не буду занимать эфир, друзья мои. Все. Хорошего дня вам. До свидания. Марина, до свидания. Спасибо. Мы очень вас ждем еще одно занятие провести. Вы знаете, у меня есть такая интересная тема, я ее очень люблю, антипаразитарка. Казалось бы, что еще про нее говорить, но просто у меня есть личный опыт и я им делюсь. Я когда, ну, это моя любимая тема, я считаю, что это основа основ, я просто немножко маленькую рекламу сделаю. Я даже думаю, что и это можно будет передавать людям. Я когда проводила, проводила прямой эфир по антипаразитарке, я говорила, что, друзья мои, сейчас ту информацию, которую вы получите, вы как миссионеры, миссионеры должны нести ее просто в массы, потому что это основа основ. Вы можете принимать все, что угодно, гомеопатию, любые какие-то витамины, но если у вас есть подселенцы, то вы все это разделяете вместе с ними. И усвояемость-то другая, понимаете? То есть вы как бы 80% им, 20% вам. Поэтому это основа основ здоровья, основа основ усвояемости и тоже качества жизни. Поэтому это моя любимая тема. Готовы ее делиться. У меня по времени сама вот эту тему, на нее уходило 30 минут. Она связана именно с БАДами Гленвей. Поэтому, если интересно, готов в будущем эту тему провести. Обязательно, Марина. Обязательно. Благодарю за отклики, за добрые ваши сердца. Хорошего вам дня. Бог в помощь вам. И создавайте высокие вибрации в своей жизни. И вам тоже всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok